МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ак-Тубе шумят дольщики, люди вложили свои сбережения в новые квартиры, однако обещанное жилье ждут уже третий год. На проблемный перекресток пожаловались жители Уральска. На пересечении улиц Орманши и Иманово аварии происходят с пугающей регулярностью, говорят горожане, и просят принять меры. Глава государства Касам Жмартукаев встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в аккорде. В повестку дня переговора включены основные вопросы развития казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства. Главные пункты в списке экспортируемых из Казахстана в Азербайджан товаров – это пшеница, нефть и нефтепродукты. Кроме того, наша страна поставляет железнодорожные электрические локомотивы, рельсы, суда, паромы и плавучие средства спецназначения. Пшеница в экспорт-прайсе занимает важнейшее значение. Обороты с каждым годом наращиваются во многом благодаря совместному проекту «Бакинский зерновой терминал». На этот раз Тухаев и Алиев обсудили поставку казахстанской нефти в Европу. Большое значение имеет полноценное раскрытие потенциала транскаспийского международного транспортного маршрута. Речь идет о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла, сказал Тухаев после переговоров с Алиевым. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объемов поставок и придание им долгосрочного стабильного характера. В свою очередь Азербайджан импортирует казахстанцам сахар, полимеры, пропилен, минеральные и газированные воды, трубы и профили. А также железнодорожные и плавательные транспортные средства. В Казахстане действуют 900 совместных предприятий, осуществляющих свою деятельность по торгово-посреднической линии, в дорожном и капитальном строительстве, переработке и опять же логистике. По началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьезной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран, для того, чтобы в полной мере задействовать возможности серединного коридора. И мы сегодня обсуждали конкретные цифры, конкретный график увеличения транспортировки грузов по маршруту Восток-Запад. И дали поручение руководителям соответствующих структур, для того, чтобы в ближайшее время эти все вопросы были проработаны. По данным аналитиков, Казахстан выражает заинтересованность в диверсификации поставок нефти на мировые рынки. Потому что более 80% черного золота уходит на экспорт по Каспийскому трубопроводу. Но работа трубопровода приостанавливалась несколько раз. Тревожная ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума все сильнее озадачивает казахстанских чиновников и госменеджеров. Дело в том, что регулярные и надуманные причины остановки работы объекта вынудили искать пути обхода России. Очередная проблема с транспортировкой сырья через нефтепровод заставила Казахстан задуматься над маршрутом из Ахтау в Баку, по которому могут пойти новые объемы углеводородного сырья. Однако и здесь есть свои нюансы, отмечают аналитики. Казахстанская сторона хочет продавать свою порцию в конечной точке трубопровода в Джейхане. А азербайджанская сторона хочет закупать объемы казахстанской сырой нефти в Ахтау и далее уже самой распоряжаться и продавать ее. Боржан Шеяхмет Ахмедер Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%. Дальнейшие решения будут зависеть от обновленного прогноза в мае. Глобальная инфляция остается высокой, сообщил главный банкер республики. Все подробности в сюжете. О стабильном снижении инфляции еще рано говорить, сказал глава Нацбанка. При этом в марте она ожидаемо снизилась до 18,1%, а вот внешняя инфляция остается высокой. Мировые цены на продовольствие выше средних значений за последнюю пятилетку. В США и странах ЕС потребительская инфляция находится на высоких уровнях. Европейский центральный банк, в свою очередь, ожидает инфляцию на повышенных значениях в более продолжительное время. В этой связи риторика Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка остается достаточно жесткой, несмотря на проблемы в банковском секторе. В целом экономика Казахстана за первые два месяца 2023 года выросла на 4,3%. Рост в реальном секторе составил 2,7%, а деловая активность выросла на 5%. Существенно выросло производство потребительских товаров и сохраняется устойчивый внутренний спрос. Розничный товарооборот по итогам января-февраля вырос в реальном выражении на 12,9%. Несмотря на низкую базу прошлого года, на увеличение розничного товарооборота повлияла реализация автомобилей, электробытовой техники, продуктов питания и одежды. В феврале у физлиц был приток тенговых депозитов, и это объяснили привлекательностью тенговых ставок. А долларизация депозитов достигла минимума за последние 15 лет. Мы видим исторические рекорды по уровню долларизации, общая долларизация, когда мы говорим о юридических лицах и физических лицах. Это мы достигли минимума за последние 10 лет. А если же говорить о физических лицах, там цифра порядка 28% всего депозитов в иностранной валюте. С лета 2007 года, если не ошибаюсь, не наблюдалась столь низкой цифры долларизации по сбережениям граждан. Нам нужны экономические реформы, подытожил глава Нацбанка. Прежде всего, для повышения благосостояния казахстанцев, но и у каждой сложной проблемы, есть простое, понятное и неправильное решение, сказал Перматов. Не всегда сложные проблемы в экономике можно решить одним простым, понятным решением или одной какой-то госпрограммой. Гульнару Марва, Олег Писаренко, ТДК-42. Свыше 3 миллиардов тенге выделено на сферу здравоохранения Западно-Казахстанской области. В целом, бюджет региона с учетом изменений составил 396,9 миллиардов тенге. Об этом стало известно в ходе сессии областного маслехата. На какие цели направлены остальные средства, расскажут наши корреспонденты. Как стало известно в ходе сессии областного маслехата, на социальную сферу из бюджета Западно-Казахстанской области направлено 9,9 миллиардов тенге. Из них 186 миллионов на социальное обеспечение и 781 миллион тенге на сферу культуры и спорта. 5,8 миллиардов на сферу образования. Основная часть расходов направлена на обеспечение горячим питанием учащихся с 1 по 4 класса на модернизацию 63 сельских школ. 1,1 миллиарда тенге направлены на обеспечение безопасности объектов образования. На сферу жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено порядка 3 миллиардов тенге. Из них на завершение строительства трех многоквартирных жилых домов Теректинского района и продолжение строительства двух многоквартирных жилых домов Акжаикского и Ченгервауского районов 600 миллионов тенге. На финансирование среднего ремонта улиц и обеспечение функционирования автодорог Уральска предусмотрено свыше 1 миллиарда тенге. Изменения, внесенные в бюджет, были приняты. Также был рассмотрен вопрос территориального деления города. По итогам проведения общественного совета, согласно постановлению Акима Уральска, было решено упразднить поселки Кордон и Ливкино. Ранее они подчинялись администрации Уральска и до 2013 года входили в состав Деркульской поселковой администрации. Кроме того, в ходе сессии депутаты областного маслехата смогли высказать свои предложения. У нас в области насчитывается свыше 24 тысяч человек с ограниченными возможностями. В большинстве учреждений для них не созданы необходимые условия. В требовании по возведению зданий мы просим ввести обязательные пункты, учитывающие в дальнейшем потребности лиц с инвалидностью. Также от депутатов прозвучал ряд других запросов. Все они были приняты к сведению и должны быть рассмотрены в ближайшее время. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особя Кобякинов, ТДК-42. В Ак-Тубе шумят дольщики. Люди вложили свои сбережения в новые квартиры, однако овечное жилье ждут уже третий год. Всего таких скандальных объектов в областном центре сегодня 11. И это больше 500 семей. Почему жилые комплексы превращаются в долгострой, выясняла Лейла Уесова. Скандалом обернулось в Ак-Тубе строительство жилого комплекса со звучным названием «Эксклюзив». 57 дольщиков третий год ждут новоселья. Застройщик привлек их заманчивой ценой. 120 тысяч тенге за квадратный метр они предлагали. Таких центов тогда в городе не было. Аким дал четкое поручение всем соответствующим органам, в том числе ДВД и управлению строительства. Но вопрос не решается, никак не решается. Мы уже многократно ходили, писали письменно в виде заявления, но вопрос до сих пор остается открытым. По словам дольщиков, три пятиэтажки должны были сдать в эксплуатацию еще в декабре 2021-го. Но вместо новоселья стройку заморозили, а учредителя компании арестовали по подозрению в мошенничестве. В прошлом году проблемный долгострой передали другому застройщику из Ахтау, который уже вложил в проект 200 миллионов. Сейчас у меня статус субподрядчика. До сих пор землю ИТО не оформляют на мое имя. Наоборот, все новые аресты прежних застройщиков на меня вешают. Где гарантии, что завтра и я без денег не останусь? Наверное, придется свернуть работу. Но дольщики не хотят терять нового инвестора, ведь для них это единственный шанс получить долгожданное жилье. По словам чиновников, вопрос с переоформлением земельного участка скоро решится. Сейчас идет экспертиза проверки. По нашей информации, дело уже завершено, уже передано прокуратуру для ознакомления. А вот эти четыре человека дополнительно появились. Из-за этого сейчас немножко у нас появились подозрения о подлинности документации. В Акимате разработали специальную дорожную карту по решению проблемных вопросов строительных кооперативов. Часть домов должны достроить сами инициаторы проектов. Для других многоэтажек ищут новых инвесторов. Тем актюбинцам, кто не согласился с новыми условиями долевого участия, придется подыскивать новые квартиры для покупки. Вот так сейчас выглядит жилой комплекс-эксклюзив. Объект даже никем не охраняется. Застройщик должен был возвести здесь три пятиэтажных дома, но два из них пока на этапе строительства, а на месте третьего вырыт только котлован. И таких проблемных долгостроев в Актюбе насчитали 11. При этом в отношении только одного из скандальных девелоперов возбуждено уголовное дело. В Актюбе 85 работников медцентра в одночасье остались без работы. В филиале фонда обязательного медицинского страхования неожиданно для всех разорвали с клиникой контракт и обязали вернуть начисленный оманс в размере 38 миллионов тенге. Теперь свыше 11 тысяч пациентов оказались вне системы медобслуживания, а медперсоналу не могут выплатить зарплату. Причины конфликта пыталась выяснить наш корреспондент Айдана Каримова. Клиника обслуживала пациентов больше года. Люди радовались. Наконец, нет больших очередей, а персонал приветливый. Но радость длилась недолго. Недавно обращающимся горожанам стали отказывать в приеме. Я пришла с давлением, плохо себя чувствую. Мне говорят, что принять меня никто не может. Что происходит? Куда мне обращаться с таким состоянием здоровья? Непонятная ситуация коснулась и персонала. Работавшая с момента открытия медсестра Джинга Скульбек Тлеова неожиданно узнала, что осталась без работы. И это перед выходом в декретный отпуск. Руководство попросило освободить рабочее место по собственному желанию. И такая участь ждет абсолютно всех ее коллег. Я многодетная мама, воспитываю ребенка-инвалида. До декрета остается три месяца, а мне говорят, чтобы я начала искать другую работу. И даже посоветовали не сообщать новому руководству о своей беременности. Медсестрам даже не пообещали окончательного расчета. Заработную плату за последний месяц работы коллектив до сих пор не получил. По словам директора клиники, выплачивать не из чего. Центр строился специально для сотрудничества в сфере ОСМС. А проблема, которая возникла, связана с личной неприязнью вышестоящих чиновников. На компромиссы идти не хотят. 24 февраля пришло письмо, в котором указано, что с 1 января договор с нашей клиникой был расторгнут. Это ведь нарушение. Ведь мы добросовестно работали и обслуживали пациентов с Нового года. В филиале фонда обязательного медицинского страхования в комментариях отказали, как и в Магисталском управлении здравоохранения. Куда теперь обращаться 11 тысячам прикрепленным к медцентру жителям города, неизвестно. К слову, в прокуратуре сообщили, что по результатам проверки помещение клиники, которое находится в подвале, изначально не соответствовало санитарно-эпидемиологическим требованиям. Акты внесены в два уполномоченных органа. Это департамент санэпидконтроля Магисталской области, а также фонд обязательного медицинского страхования. В департамент СЭС в части привлечения ответственных лиц, допустивших нарушения. А в фонд соцстрахования в части расторжения договора. Вопрос с прикрепленным населением решили просто. Их отправили в поликлинику номер два, которая и без того переполнена. Прокуратура поставила вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. В свою очередь, у увольных медицинских работников нет другого выбора, кроме как обратиться в трудовую инспекцию. Айдана Каримова, Мухгалин Ртаулетов, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42, Актау. Аварийный перекресток вызывает опасения у жителей Уральска. В властном центре каждодневно происходят аварии. При этом на пересечении улиц Орманше и Иманово ДТП случаются с пугающей регулярностью. Жители, проживающие вблизи проблемного перекрестка, не на шутку обеспокоены. Мы находимся на известном аварийном перекрестке. Здесь пересекаются две улицы Орманше и Иманово. За последние два года здесь произошло порядка 30 различных дорожно-транспортных происшествий. Автомобили сносят заборы, сносят столбы. И, как видите, неделю назад здесь была авария, и до сих пор лежат остатки разбитого автомобиля. Жители близлежащих домов говорят, что аварии здесь происходят очень часто. Вера Текменова живет на углу злопаучного перекрестка. Женщина вместе с другими жителями просит установить лежачий полицейский на улице Иманово. Скоро каникулы, мы боимся за своих детей. Водителей увозят в больницу чуть ли не каждую неделю, говорит жительница города. Мы к ГАИ обращались, которые приезжали сюда. Они сказали, это не наша компетенция, мы вам помочь ничем не можем. Вот в конце месяца две аварии уже было. Потом, что хотелось еще сказать, мы хотим, чтобы здесь положили на Иманово лежачий полицейский. Так как это не центральная улица, чтобы они останавливались. Аварии бывают и с утра, и ночью, и днем. Результат налицо. Постоянные аварии на этом перекрестке стали уже чем-то вроде обыденности. После того, как наша съемочная группа уехала, в этот же день произошло очередное ДТП, в результате которого пострадали не только транспортные средства, но и частный дом. 7 апреля произошло столкновение двух автомобилей – Toyota Camry и Datsun, в результате которого китайский автомобиль врезался в рядом стоящий дом. Ущерб и причиненный вред здоровью устанавливается. В результате ДТП автомашина марки Datsun слетела с проезжей части в рядом стоящий дом. После ДТП участники ДТП обратились за медпомощью. Сейчас они проходят обследование. Рядом стоящему дому тоже причинен материальный ущерб. После определения суммы ущерба и причиненного вреда здоровью будет определена квалификация. Главный специалист отдела ЖКХ АПТ и АДА Альберт Бекмухамбетов отметил, что для того, чтобы установить искусственную дорожную неровность, жителям проблемного пересечения нужно написать заявление. По улице на пересечении у Романша и Манова с нами была совместная группа ДТИ, отдел административной полиции города Уральск. Был осуществлен выезд, по которому территория была обследована данным перекрестом. Дорожные знаки, знак 40, у нас в планах есть там установить. По адресу организации ТО Таукель уже предписание выписано с нашей стороны. Также искусственную неровность, чтобы установить его, жителям необходимо к нам с письменным заявлением обратиться. И тогда мы будем уже распадывать установку, техническую возможность установки. Альбина Каленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске столкнулись две легковушки, в результате чего два человека пострадали. Их доставили в медучреждение. ДТП произошло 9 апреля в 23 часа 25 минут около рынка Мирей на пересечении проспекта Абулхайрхана и улицы Правдухина. В пресс-службе департамента полиции сообщили, что автомобиль марки Тойота Камри ехал по главной дороге. В это время водитель за рулем Лады делал разворот, после чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадавшие с различными травмами были доставлены в больницу. В результате ДТП были доставлены в больницу пассажиры и водитель автомашины Тойота Камри с различными травмами. В настоящий момент устанавливается степень причиненного вреда здоровью, после чего будет определена квалификация деяния. В Казахстане пресечены факты незаконного вывоза ГСМ. Всего с конца января 2023 года пресечено 288 фактов. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики. С момента введения запрета на вывоз территории Республики Казахстан автомобильным транспортом, бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов органами государственных доходов на внешней границе В третьей стране были выявлены 94 факта незаконного вывоза нефтепродуктов, по которым судом наложен штраф на сумму более 1,5 млн тенге и конфисковано 2341 литр бензина и 25 335 литров дизтоплива. На границе со странами ЕС также выявлено 194 факта незаконного вывоза дизтоплива и ГСМ. Органами государственных доходов в настоящее время проведена работа по запрету оформления электронных таможенных декораций на вывоз ГСМ в автоматизированной системе Астана-1. Житель Западно-Казахстанской области подозревается в покушении на убийство. 8 апреля текущего года около 2 часов ночи 33-летний житель района Батирек, находясь в одном из кафе поселка Переметное, напал на свою бывшую супругу и нанес ей ножевые ранения. В результате этого женщину госпитализировали в центральную районную больницу. Тем временем мужчина скрылся с места преступления. В течение суток преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Преступника удалось задержать менее чем за сутки. В настоящий момент он водворен в изолятор временного содержания и дал признательные показания. По данному факту ведется досудебное расследование по статье покушения на убийство. Пугающая статистика. По сравнению с мартом 2022 года более чем на 70% подорожали сахар, рафинат, мыло, хозяйственные, канцелярские товары. Более чем на 50% выросла цена на мыло детское, лук репчатый, средства для мытья посуды и курагу. Такие данные представлены в бюро нацстатистики. Тем временем власти на местах разными методами пытаются сдержать рост цен на социально значимые продукты питания. С подробностями наш корреспондент. В марте 2023 года цены на продовольственные товары повысились более чем на 1% непродовольственные товары. Платные услуги по 0,8% каждой. Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Алматинской области – 1,5%. Самая низкая – 0,4% в городе Астане. К социально значимым их продовольственным товарам власти относят 19 продуктов питания и жестко контролируют цены на них. Торговая наценка на такие продукты не должна превышать 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены оптового поставщика. Одним из основных инструментов сдерживания цен является СПК. Совместно с инвесторами для борьбы с ценами в Западно-Казахстанской области открываются социальные торговые точки. Одна из них расположилась на рынке Елирса. Социальный супермаркет на территории рынка Елирса, а то розничного рынка Елирса, он открыт нашим партнерам по доверительному управлению этим рынком. Данный партнер выступил в качестве инвестора по развитию этого коммунального рынка. Целью этого проекта являлась организация розничной торговли, крупной розничной торговли. И основное направление – это реализация социально значимых продовольственных товаров по сниженным ценам. Социальные магазины открываются с 2020 года. Здесь продаются товары массового потребления – сахар, мука, яйца, растительное масло, овощи и крупы. Отметим, что товаропроизводителям аренда отдаётся по льготной ставке. В свою очередь, товар не должен продаваться дороже, чем в обычных магазинах. Инвестор сосредоточился на реализации социальных проектов, чтобы сохранить доступ к продуктам питания для жителей города. В социальном супермаркете вы сможете приобрести всё необходимое по доступным ценам. Отметим, подобные социальные магазины открываются по всей республике. В таких торговых точках есть всё необходимое, где покупатель может приобрести в одном месте и по доступным ценам. Альбина Каленова, Олег Писаренко, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске ведётся мониторинг по благоустройству территорий города. Мониторинговые группы созданы для выявления проблемных вопросов, в том числе по соблюдению чистоты во время строительных работ. Так, всего за четыре месяца текущего года оштрафовано 39 объектов бизнеса на общую сумму полтора миллиона тенге. Подробности в сюжете. Строительные отходы не только портят общий вид города, но и приносят немало проблем для самих горожан. С целью улучшения внешнего вида города и соблюдения порядка мониторинговая группа во главе с заместителем Макима города Жандосом Дюсингалиевым провела рейд. Чиновники лично посетили несколько объектов, которые не соблюдают правила благоустройства. Одним из таких нарушителей оказался объект на проспекте Абая в близи центральной мечети города. Вот такие объекты, как на проспекте Абая, тут, как вы видите, по улице разбросаны строительные материалы, ПГС, деревья и так далее. Всего это должно быть на территории, огражденной территории, со специальной территорией. В отделе ЖКХ рассказали, что полиция вправе оштрафовать таких нарушителей по 505-й статье Административного кодекса Республики Казахстан. В случае несоблюдения правил благоустройства сотрудники полиции вправе наложить штраф в размере 69 тысяч тенге для физических лиц и 103 тысячи 500 тенге для субъектов бизнеса. Но сначала правонарушители обходятся лишь предупреждением. У нас активно начала работа мониторинговая группа города. Мониторинговая группа состоит из числа государственных служащих отделов ЖКХ, СЭСа, экологии и так далее, управления полицией и так далее. В целом, в ежедневной основе ведется мониторинг субъектов бизнеса частного сектора на нарушение правил благоустройства Западной Казахстанской области. Итого, за 2023 год мониторинговой группой было проверено около 700 бизнес-субъектов, 39 из которых были оштрафованы на общую сумму 1,5 миллиона тенге. Дана Керимбаева, Айбола Джекапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Свыше двух тысяч саженцев деревьев высадят в Уральске до конца месяца. В городе прошла массовая посадка деревьев. В ней приняли участие руководство области и города, госслужащие, студенты и сотрудники организаций. Посадка деревьев для Уральска – ежегодная традиционная акция. В текущем году она началась на второй неделе месячника по санитарной очистке города. Основное внимание в этот раз уделили новому, десятому микрорайону. Здесь будем сажать порядка 270 саженцев, это тополя, рябины, сирени и так далее. В целом эта акция будет продолжаться весь апрель. Это 8 число, 15 число будем проводить массовые акции по высадке деревьев. Также планируется посадка хвойных деревьев. Все саженцы местные. Несмотря на холодную и ветреную погоду, участие в посадке деревьев приняли и госслужащие, и представители организации и предприятий, и студенты. Приятно осознавать то, что молодое поколение, как и мы, принимает активное участие в таких мероприятиях. То есть это не только делает внешний вид нашего города Уральск красивым, но и помогает очищению воздуха, охота, чтобы таких мероприятий было больше. Акция по санитарной очистке и озеленению города продлится до конца месяца. На следующей неделе высадят деревья в центральной части Уральска. Акимат города и области призывает всех горожан принять активное участие в этих мероприятиях. Кстати, Уральск считается одним из самых зеленых городов Казахстана. А в 2011 году наш город был признан самым благоустроенным городом в СНГ. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Одежда ведущим предоставлена магазином Купер. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе Сити-Центр на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре Азиамол на первом этаже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...